Девушки отдыхают Игровые опробования Команда готова к бою Команда вернулась из долгого турне Может быть физическое состояние не оптимально Но морально, психологически Мы сейчас на высоте Так как ребята побывали дома И готовы к бою Также хочу сказать, что Эта дорога на Финал 4 была непростой И мы рады находиться здесь Я думаю, что это будет Турнамент с большим эмоциям С четыре топ-тима Все четыре топ-тима Стоят после первой первой части Сезона С много путешествий С много тяжелых игр Это значит, что Ответы, Ментальные и физические Командации Будут Самые важные В этих двух дней Мы надеемся И надеемся На высоте качественной Воллеболе Напоминаю, что у нас стартует И финал четырех женских в Казани Проводится он в те же сроки Хотел бы уточнить, почему так получилось Это из-за плотного календаря Международного Это отборочных турниров Которые назначены на один и те же сроки Конечно, хотелось развести Два столь интересных мероприятия Хотя бы на один день Но никакой физической возможности Исходя из реалии календаря Не было Итак, Зенит-Казань, Кемеровский Кузбасс, Санкт-Петербургский Зенит И Московская Динамо Участники финала четырех Согласитесь, составчик топ Кто-то поспорит, но на полуфинальной стадии Казанцы выбили лидера мужской суперлиги Локомотив А петербуржцы Новоуренгойский факел Главное, спортсмены, журналисты и болельщики сходятся во мнении У этого финала четырех нет ярко выраженного фаворита Каждая команда обладает своим стилем Своими какими-то сильными сторонами Какими-то слабостями, которые соперники постараются использовать Предположители вот так вот на бумаге сейчас написать Кто фаворит в этих двух полуфинальных парах невозможно Я думаю, что по составу участников Это один из сильнейших финалов четырех Вот за последние, может, пять, может, семь лет Все равны команде Абсолютно кого-то уделять нет смысла Что же наши парни? Зенитовцы прилетели в Москву вечером 23 декабря Итого, команда Алексея Вербова провела в Казани всего лишь четыре дня Много это или мало покажут результаты Кубка России Но точно можно сказать Путешествуют зенитовцы в декабре много За 20 дней было сыграно 8 матчей Команда посетила 6 стран и 10 городов Один раз суммарно за все перелеты Обогнув экватор планеты Земля Успех в финале четырех во многом будет зависеть От физических и эмоциональных кондиций казанца Да, есть мелкие болячки Но в целом все 14 игроков готовы помочь команде Нам главное было чуть-чуть подтянуть физическую силу Не было задачи отдыха Да и времени на это нет Очень мало времени прошло с длительного выезда Поэтому то, чтобы было время свободное Старались по максимуму подготовить себя физически В тренажерном зале И сэкономить эмоции, так сказать Чтобы завтра уже выплеснуть их Соперник казанцев в полуфинале Кемеровский Кузбасс Уход Томаса с Амельвуо Кемеровчане практически забыли И двигаются дальше Вместе с Георги Крецу В этом сезоне они уже завоевали Суперкубок России Обыграв казанский зенит Да и в Лиге чемпионов Уверенно борются за выход в плей-офф Главная проблема команды Травма Виктора Политаева Которую диагональный получил месяц назад С тех пор Виктор пропустил несколько игр Съездил на реабилитацию в Италию И все ради одной цели Подойти здоровым к финальным матчам Кубка России Чемпион России Этим все сказано Что можно сказать На чемпиона настрой Как всегда Особенный Поэтому будем стараться В другом полуфинале Хозяева финала 4-х Московская Динамо Сыграют с Зенитом Из Санкт-Петербурга 25 декабря В 20 часов по московскому времени Встреча же Между прошлогодними финалистами Чемпионата России Казанским Зенитом И Кемеровским Кузбассом Состоится 25 декабря В 17 часов Прямую трансляцию Абсолютно всех игр Финала 4-х Кубка России Вы сможете посмотреть На телеканалах Холдинга Матч ТВ А также На интернет-порталах Sportbox.ru И tvstart.ru Подписывайся на ZTV Субтитры создавал DimaTorzok